Ты подкатил к моей дочурке? Это ваше дело. Но ты здесь точно не для того, чтобы грабить суда Инквизиции. Выкладывай, чего ты хочешь. Я ищу оружие против Кракена. Вот как? А что ты собираешься с ним делать? Я убью эту тварь. Ха, хорошо сказано. Но гарпун Титанов это не только оружие против Кракена. Ему по зубам сама Мара. Мара? Что ты знаешь о Маре? Чего я только о ней не знаю. Она одна из лордов Титанов. Подчиняет своей воле людей, делает их рабами. И тот, у кого сейчас гарпун, служит ей. Не сомневайся, что она попробует его защитить. Понимаю. Что ты знаешь о гарпуне Титанов? Знаю, у кого он и где его найти. Этого хватит? Только учти, что отнять гарпун будет совсем непросто. Если хочешь отправиться со мной, мне нужно знать, на что ты способен. Про тебя говорят, что ты проклят. Да? А про могучего морского змея в моих штанах ничего не говорят? Ну так ты проклят или нет? Если да, ты что, со мной в море не выйдешь? Мне нужно это оружие. И я найду его, даже если для этого надо выйти в море с проклятым. Даже если на тебя ляжет поклятие? Да, я проклят. И проклят всякий, кто плавает на моем корабле. Все еще, хочешь пойти со мной? А у меня есть выбор. Просто хочется знать, на что я иду. Это я тебе скажу. Мара повесит нам на шею всех морских выродков. Но мы не дадим ей убить нас просто так. А почему Мара хочет нас убить? Всякий, кто не ее слуга, ее враг. А врагов она истребляет. И когда ты успел стать ее врагом? Когда решил не становиться ее слугой. Значит, ты уже встречался с ней? Мой мальчик, ты задаешь много вопросов. Брось эту привычку, если собираешься плавать со мной. Кто такой капитан Гарсия? Я тебе говорил, что ты задаешь много вопросов. Было, но... Ну ладно, парень. Буду с тобой честен. Ты выбрал довольно невыгодный момент, чтобы стать пиратом. Сейчас пираты воюют между собой. Я слышал об этом. Не перебивай меня. Капитаны Гарсия и Ворон заключили союз с Марой. Ворон за это получил гарпун Титанов, а Гарсия в костяную руку. Значит, мы в погоне за Вороном? Только нет никаких «мы» до тех пор, пока я не буду в тебе уверен. Твоя дочь мне доверяет. И ты был в Пуэрто-Сакарико. Каким путем ты пошел? Через джунгли или через проход? Через джунгли. Значит, по опасной тропе? По хвали. Хотя при этом ты подверг Петти ненужной опасности. Как мне тебя убедить? Будет достаточно, если я скажу, что победил Огненного Титана? Или мне надо драться, пить и искать сокровища? Ну, для начала неплохо бы. Если ты как-нибудь добьешься того, чтобы нам на корабль принесли ром, считай, что ты уже на борту. Что там случилось на берегу? Ты уложил Микса? И утопшего, с которым он говорил. Этот мерзавец Микс продал нас Маре. Я никогда ему не доверял. Раньше он был с Гарсией. Молодец, парень. Его мне не жалко. Я слышал, ты выбил из Хэнка все дерьмо. Славно, мой мальчик. Вам не приносят ром? Этот старый пьяница Бражник. Говорит, что рома для нас у него нет. Я тебе так скажу. Без рома мы в море не выйдем. Несет какую-то сухопутную чушь про трудности с поставками. У меня есть еще кое-что, что может тебя убедить. У меня есть мартышка. Я так понимаю, в вашей паре она мозги. Я разобрался с крабами. Расскажи нашему Коку. Он умеет их готовить. Один удар их челюстей ломает мачту, как зубочистку. Ммм, ты за словом в карман не лезешь. Кроме того, я убил больше, чем Блейк. Он, конечно, сделал из этого состязание, верно? Ну, а если серьезно, это уже очень неплохо. Но это будет далеко не последним твоим боем с морскими чудищами, если будешь плавать со мной. Я ограбил руины. Это не самая хорошая затея, парень. Тот, кто крадет сокровища, вызывает на себя гнев предков-тудзенцев. Ничего, справлюсь. Ну как, возьмешь меня на борт? Так, дай-ка подумай. То, что ты нравишься моей дочери, еще не делает тебя пиратом. Ты смотришь опасностям в глаза, дерешься с гигантскими крабами. Блейк считает тебя хорошим человеком. Потом это дело с Хэнком. Ты сразился с утопшим. Ограбил руины. Что теперь? Этого еще недостаточно. Мы тут еще задержимся. Придумай что-нибудь. Впечатли меня.